О Т-60 «Голубь» подробности о создании российского истребителя 6-го поколения. Россия существенно продвинулась в создании истребителя 6-го поколения Т-60. Об этом говорит состоявшийся 3 июля 2019 года первый полет охотника и выход на серийное производство Су-57. Конструктивные решения, испытанные на этих моделях, несомненно пригодятся в разработке Т-60, о начале работы над которым заявила Минобороны. Проект Т-60 ведет отсчет с 1984 года, тогда так называли «перспективный бомбардировщик средней дальности», но после прекращения Холодной войны о нем забыли. Сейчас вспомнили, ведь схема «Летающее крыло» идеальна для истребителей 6-го поколения. Сведений о новом российском проекте крайне мало, поэтому остается лишь строить догадки. Т-60 получит доработанное стелс-покрытие, протестированное в Су-57. Новый квантовый Афар, позволяющий увидеть даже невидимки противника на огромном расстоянии, предполагают, что истребители будут оснащены двумя двухконтурными двигателями с управляемым вектором тяги или гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, дающий возможность достигнуть скорости 4-5 махов. Перегрузки на таком сверхманевренном и гиперзвуковом самолете выходят за пределы человеческих возможностей, Так что следует предположить и бесполотный режим. Умный робот с искусственным интеллектом будет управлять всеми системами, в полете и в бою. Из вооружений Т-60 может получить кинжалы, противоспутниковые ракеты, а возможно и лазерное, пучковое и другое оружие на новых физических принципах. Постановку войска планируют на 2028 год, так что времени на разработку вооружений вполне достаточно. А вы слышали что-нибудь о разработке Т-60? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.